Снова в путь, но пока по привычному маршруту. Еще пару недель Сергей Пантелеев будет работать в режиме чемпионата. На доме три километра универсиады, вотного мундиаля, Олимпиады в Сочи и Кубка Конфедерации. Перед футбольным мундиалем все знания обновили. Переподготовку мы прошли, антитеррористическая подготовка, плюс безопасность дорожного движения, плюс все прошли медицинскую комиссию. Все, что положено, мы все процедуры все прошли. 300 водителей этой компании прошли аккредитацию. Для них закупили и новую одежду. Предприятие в круглогодичном режиме готова у нас как техника, так и территория. Что касается водительского состава, в основном у нас процент на 90, это тот водительский состав, который не один год уже у нас работает. В пределах 25% водителей со знанием английского языка. В дни чемпионата только в Казани из этого парка будут выезжать около 160 автобусов и мини-вэнов. Они же обслуживают мундиаль в Екатеринбурге и Самаре. В целом около 500 единиц техники. Вот привезли новые мини-вэны. Недавно закупили 20 автобусов. Можно выбрать любой отдельный автобус. Местонахождение, скорость. Каждый автобус под наблюдением ГЛОНАСС. Зеленый едет, серый стоит, красный. Превысил скорость, а то и чрезвычайная ситуация. Автобус оборудованный тревожной кнопкой, которая подает определенный сигнал в экстренных ситуациях, который отображается также на экране. А насколько оперативно реагирует служба? Служба реагирует моментально, потому что подача информации каждые 30 секунд. Здесь надеются, что она все-таки не понадобится. Всегда проводили все на должном уровне. Я думаю, чемпионат мира это не исключение.